Жители разрушенного дома на улице Героя Самочкина вскоре обретут новое жилье. Специально для них на соседней улице будет построен новый дом. Это судьбоносное для 138 семей решение было принято на заседании Инвестиционного совета Нижегородской области. Теперь нам ничего не мешает начинать проектировать. И на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом, 178 квартир. 138 из них будет предоставлено жителям, которые лишились жилья. Обсуждали на Инвестсовете и подготовку к Чемпионату мира по футболу. К 2018 году в Нижнем Новгороде появятся две тренировочные площадки. Это два футбольных поля с натуральным газоном и административно-бытовыми зданиями. Для каждой площадки предусмотрены трибуны на 500 мест и зона для СМИ. Проектирование начнется уже в следующем году. В то же время проекты двух гостиниц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отложены на доработку. Причина проста – здание нужно вписать в настоящую инфраструктуру города. Такого рода гостиницы с небольшим номерным фондом строятся быстро, и инвесторы заинтересованы в том, чтобы быстро. Поэтому мы точно совершенно к Чемпионату мира эти гостиницы успели построить. Полтора миллиарда рублей – это общий объем инвестиций для реализации проектов, одобренных на Инвестиционном совете Нижегородской области. 30 заявок получили зеленый свет, 7 отложены, и всего трем заявлениям было отказано. Каждый такой проект приносит либо комфорт, инфраструктуру, о чем мы сейчас говорили, либо это дополнительная налогооблагаемая база. И каждый предусматривает рабочие места. Люди будут приходить там работать, получать доход и удовлетворять свои потребности. В Дзержинске-Разамасе появится несколько комплексов по производству автокомпонентов, а также по переработке щебней и гранита. Кстати, новые проекты будут приносить в бюджет области около 40 миллионов рублей каждый месяц.